Сократится время ожидания и улучшится транспортная доступность. Красноглинский район получит 32 новых больших автобуса из 50, которые поступили в Самару. Об этом стало известно на встрече с местными жителями, которые пожаловались на нехватку автобусов. Первый и 50 маршруты ходят перегруженные, а 51-й не соблюдает интервал движения, рассказали жители. Инициативную группу поддержал и глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. Ситуацию мы с вами знаем совершенно точно, и на остановках мы ставим, и по поселку я хожу, и когда перевозчик говорит, уж извиняюсь, что у нас все в порядке, но это совершенно точно не так. А если есть сомнения, откуда люди берут эти вопросы, Саша, в комедельничек с утра ставь на остановку сам и посмотри. В соответствии с контрактами предусмотрены штрафы перевозчиками, они совершенно там не маленькие. Мы прекрасно понимаем сложную ситуацию. И 51-й автобус у нас сейчас в приоритете. Мы принимаем меры для того, чтобы у нас выпуск транспорта именно на 51-м маршруте был в соответствии с реестром. По словам Сергея Маркина, в транспортном предприятии наблюдается нехватка водителей и самих транспортных средств. Однако такая ситуация остро стоит по всей стране. На прошлой неделе работе общественного транспорта было посвящено заседание Президиума госсовета под руководством президента. В мероприятии участвовала и глава Самары Елена Лапушкина. Сейчас обе проблемы с общественным транспортом в областной столице решают, набирают и обучают персонал. И самое главное, регион закупил 50 новых автобусов. Из них 32 будут направлены на обслуживание маршрутов Красноглинского района. В дополнение к уже имеющимся, оставшиеся автобусы направят в том числе в Куйбышевский район. Сейчас ведется приемка транспортных средств, оборудование их необходимой электронной аппаратурой, которая обеспечит безопасность и комфорт горожан. Планируется, что в ближайшее время все автобусы выйдут на линию. Эти 32 автобуса будут поставлены на самые востребанные маршруты. Это 1-й, 50-й и 51-й. Мы говорим и мы отчитались с жителем о том, что приходят в район автобуса большого класса и, соответственно, транспортное обслуживание значительно улучшится. Кроме того, Департамент транспорта Самары совместно с региональным Минтрансом проводят планомерную работу по оптимизации транспортных потоков. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова запустили короткий маршрут номер 67, который доставляет жителей Волжского района в Красноглинский для пересадки на автобусы основного 67 маршрута. Также в Самаре в рамках реструктуризации транспортных потоков строится транспортно-пересадочный узел «Пятилетка» в районе проспекта Кирова, который позволит горожанам оперативно добираться до места назначения с удобной пересадкой. По итогам встречи составили протокол, в котором зафиксировали все замечания и перечень мер, запланированных для нормализации транспортного сообщения в Красноглинском районе. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев. События.